Новое лицо многофункционального центра. Зелёный цвет меняется на красный, белый и коричневый. Название МФЦ на знакомое любому пользователю компьютера «Мои документы». По мнению дизайнеров, оно подчёркивает доступность госуслуг в стенах центра. Презентация нового облика прошла в совершенно новом офисе по адресу Кривенкова, 11А. За пять лет, помните, когда мы открывали первое МФЦ на рынке? Вот пять лет прошло. Более двух миллионов человек прошли через эти коридоры. До сегодняшнего дня в регионе работал уже 21 супермаркет-услуг. Свой в каждом райцентре. Став пионером системы МФЦ, Липецкобласть одной из первых будет приводить центры к новому оформлению, единому для всей страны. Такую идею год назад высказал Дмитрий Медведев. Уже в мае этого года был представлен новый бренд. В связи с этим поменялось, да, как вы видите, и антураж, поменялась и навигация, стала более доступной и так далее. Но самое главное это идея, что доступность по всем жизненным ситуациям, чтобы не зависимо от того, куда приехал житель нашей большой страны, ему было везде понятно, комфортно и удобно. На этапе их появления предполагалось, что в центрах будут оказывать до полусотни различных госуслуг. Сейчас их количество в шесть раз больше, почти 300. Теперь даже материнский капитал можно в центре оформить. А с нового года появятся услуги кадастровой палаты. Будет расширяться и география расположения центров. Ну, чтобы над людьми не издевались в этих очередях. Ну, сколько можно за справками ходить по пять раз в эти же службы? Службы невиновны. Потому что нет электронной системы, нет электронных носителей. Эти ужасные справки мы должны 15-й особенно год очень сильно динамизировать с точки зрения доведения системы МФЦ, доведенной уже до каждого района, но до каждого сельского совета. Через базы администрации сельских советов и библиотек, как информационных центров. Что же касается областного центра, то новый офис стал третьим в Липецке. В планах еще два. Один супермаркет услуг появится на Соколе, второй на Тракторном. Они будут построены согласно новому бренду. А все уже существующие центры приведут к новому виду до конца 2015-го. Михаил Шишаков, Роман Авраменко, Липецкое время.